Решил несколько сузить свой доклад, не рассказывать о сложных GIS, а рассказать о конкретных применениях архитектуры при решении задач создания GIS корпоративных, муниципальных, любых. Долго писал презентацию, потом резко заставил себя остановиться, сократил до 50 слайдов, так что держитесь. Тема очень интересная. И то, с чего нужно начать понимание архитектуры или понимание подходов к построению архитектуры, это изучение базы знаний Вики и GIS.com. К сожалению, она на английском языке, но постоянно поддерживается, постоянно обновляется. Сейчас же 37-е издание, скорректированное осенью 2015 года. То есть с появлением новых технологий, с появлением новых каких-то компонентов, с появлением новой техники, эта база знаний расширяется, и здесь приведены конкретные рецепты по построению информационных систем. Какие инструменты следует использовать? После того, как мы прошли все стандартные этапы проектирования, опросили пользователей, поняли их нужды, поняли, что они будут делать, как они будут делать, необходимо нам рассчитать, соответственно, железо, которое сможет обеспечить запросы этих пользователей. Для этого созданы несколько инструментов E3. Это Capacity Plain Tool, что является расширением, не расширением, а экселевскую электронную таблицу, где вы вбиваете, какие пользователи, какие они задачи решают, какие сервисы, и вам рассчитывается то железо, это техника, которая необходима для обеспечения приемлемой производительности при работе с этой системой. Есть более... Раз, раз. Есть более продвинутое решение, это System Designer, он также постоянно обновляется. Здесь вы уже в графическом режиме можете отрисовать ту систему, проставить сервера, расставить пользователей, расставить их на карте, если это удаленные пользователи, указать, каким образом эти пользователи связываются с центральной системой, и рассчитать, опять же, оборудование, или посмотреть, какая будет нагрузка на сети, какая нагрузка будет на CPU, на память, на диски всей системы, и решить, подходит то оборудование, которое у вас есть, или необходимо дополнение или доработка. Когда вы будете проектировать систему, вам будут необходимы шаблоны какие-то для решения той или иной задачи. Соответственно, я расскажу здесь в части серверных GIS, каким образом та или иная задача решается. Если у вас есть небольшое количество клиентов, есть всего один сервер, вы можете разместить все компоненты, естественно, на одном сервере. Вы располагаете веб-адаптер, если вам нужен, нужна авторизация на уровне веб-сервера. Если не нужна, значит, можно ограничиться с одним GIS-сервером, но тогда придется подключаться на порт 6080. Иногда в корпоративных сетях такие порты заблокированы, поэтому веб-адаптер все равно придется воспользоваться. Если у вас одна машина уже не справляется или по соображениям надежности вам нужно использовать две машины, вы можете собрать эти машины в сайт, используя встроенные возможности GIS-сервером. В данном случае веб-адаптер балансирует нагрузку на GIS-сервера и GIS-сервер, выполнив команду, обратно отдает результат. В данном случае аргисового сайта все серверы между собой общаются. То есть если запрос пришел на первый сервер, но он слишком занят, он переправляет этот запрос на менее загруженный сервер. Менее загруженный сервер обрабатывает эту задачу, возвращает ответ обратно и уходит ответ уже пользователю. Такой сайт имеет достоинство то, что очень легко им управлять. У вас может быть там 2, 3, 5, 10 машин, вы внесли изменения, вы вносите изменения только на одну машину и все изменения распространяются на остальные. Также дополнительно, чтобы изолировать, допустим, высоконагруженные серверы на одних серверах, другие сервисы на других, вы можете разбить эти сервера в сайте на кластеры. Соответственно, допустим, в кластере А у вас будут какие-то картографические сервисы, а в кластере Б, допустим, сервисы геообработки, которые нагружают систему сильно и могут повлиять на общую производительность системы. Поэтому желательно их изолировать отдельно. Решения, которые вы видели перед этим, не являются отказоустойчивыми. Если у вас выходит из строя веб-сервер, соответственно, вся система является недоступной. Если выйдет единственный сервер в кластере Б, также сервисы будут недоступны. Если выйдет, правда, из строя сервер 2, с кластера, сервис будет доступен, но производительность его упадет на 50%, и количество пользователей обслуживанных, соответственно, будет уменьшено. Чтобы избежать этого, соответственно, нужно создавать отказоустойчивую конфигурацию. Это достигается тем, что дублируются веб-сервера, дублируются GIS-сервера, и на каждом из веб-адаптеров регистрируются оба GIS-сервера. В соответствии, если у вас один из веб-серверов вышел из строя, второй выполняет его работу. И в случае, если один из серверов выходит из строя, весь сайт работает, и пользователю доступны все сервисы. Такая конфигурация, которая была показана ранее, требует удвоенного количества лицензий, так как у вас работают параллельно до ARGIS-сервера, и иногда это избыточно. Поэтому возможно использование активно-пассивного кластера, когда один сервер работает, а второй в это время не работает. В таком случае не нужно использовать, если допускают использовать одну лицензию на два сервера физических. В случае, когда у вас выйдет из строя один сервер, который не работает, балансировщик сетевой должен переключить нагрузку всю на второй сервер. Варгрупп вообще в кластере не работает. Веб-адаптер. Отдельно немножко о веб-адаптере. Рекомендуем его использовать только в том случае, если вам нужна авторизация на уровне веб-сервера, если вы будете реализовывать в Single Sign-On SSO. В остальных случаях не используйте его, используйте аппаратные балансировщики. Это увеличит производительность системы и, соответственно, вы сможете обслуживать большее количество запросов. Кластер. Кластер, как я уже говорил, очень удобная штука до того момента, пока к вам не приходит довольно высокая нагрузка. Когда сервер загружен до критических пределов, до 90-100%, начинает возрастать сильная сетевая нагрузка. Так как сервера между собой общаются, пересылают данные, чем выше нагрузка, тем выше нагрузка на локальную сеть. В итоге получается такая, как работа новогодней елки, когда гирлянды начинают загораться. То есть один сервер нагружен, он начинает перекидывать нагрузку на второй, второй начинает загружаться. Они начинают пересылать эти запросы друг к другу, в итоге заваливая то один, то другое, то третье плечо. Поэтому желательно, если прогнозируются у вас пиковые нагрузки, то рассчитываться, соответственно, оборудование, чтобы не ваша сеть между серверами выдерживала эту нагрузку. Ну и сами, собственно, сервера не доводить до критических значений. Также кластер не совсем удобен, когда у вас опубликовано большое количество сервисов на одном сайте. Ну большое количество, там больше 100, 200-300. В случае, если вы будете там публиковать новый сервис или изменять параметры, после того, как вы можете применить, все эти изменения должны распространиться на все сайты, на все сервера сайта. В итоге это происходит довольно длительно, и если там у вас десяток серверов, то это может занять 15-20 минут. Соответственно, в это время сайт этот перестает быть доступен, и так вот происходит отказ в обслуживании. Поэтому, во-первых, желательно не доводить количество сервисов в сайте до 100, использовать меньшее количество, потому что это непроизводительно и неразумно. Ну и быть осторожным в дальнейшем. Что же делать, если мы сталкиваемся с высокой нагрузкой? Ну, в первую очередь, как я говорил, мы не используем веб-адаптеры, используем отдельные системы, отдельные установки ARGIS сервера, которые балансируются балансировщиком. Все сервера независимы друг от друга, поэтому при выходе из строя одного из серверов система продолжает работать. Главное неудобство такой конфигурации, что необходимо конфигурировать каждый сервер в отдельности. То есть вы отконфигурировали один сервер, переходите к другому, третьему, четвертему. Это занимает какое-то довольно продолжительное время. Но продолжая, в этот момент ваш сайт работает, функционирует, пользователь обслуживается. Следующий шаг развития в ARGIS, в ARGIS D4 обещают устранить недостатки стандартного сайта и кластера ARGIS, немного прекратив обмен между... То есть сервера станут отдельными, они перестанут друг с другом общаться, но будут иметь один общий конфиг-стор, из которого они с какой-то периодичностью будут синхронизировать изменения. То есть сервера работают как бы отдельно друг от друга, но если вы управляете одним из серверов, изменяете сервисы на нем, публикуете что-то, эти все изменения распространяются на все остальные сервера. Это значительно облегчит жизнь, если у вас порядка хотя бы двух-трех серверов, это уже будет гораздо легче. После того, как мы расставили свои железочки, поняли, как они будут работать, что они делают, опубликовали сервисы, и начинаем опубликовать сервисы. Необходимо задуматься о том, какое бы хорошее железо у вас не было, вы всегда можете производительность этого сервера свести к нулю, опубликовав сервис, который требует очень много ресурсов, опубликовав сложные заливки на нем, там, где они не нужны, или на масштабах, где объектов не видно, объекты будут у вас отрисовываться. И уже для формирования картинки сервер будет тратить не одну, там, не менее секунды, а может тратить, там, и минуту, и две. Соответственно, вы должны проанализировать все свои сервисы, проанализировать слои, и принять те рекомендации, проверить рекомендации, что нужно устранить для того, чтобы обеспечить быстродействие сервиса. Здесь приводен краткий список, как я говорил, смотрите, чтобы у вас использовались довольно простые символы, устанавливайте масштабы видимости, не рисуйте все объекты на масштабе страны, используйте генерализированные объекты, публикуйте только необходимые атрибуты, строите пространственные индексы. Опять же, желательно все данные в системе сводить в одну систему координат, чтобы сервер не тратил время на перепроекцирование на лету. Это довольно затратно по расчетам операций. Чтобы протестировать производительность вашего сервера и получить какие-то рекомендации, Естрид тоже разработал небольшую утилиту, называется MXD Perfstat, и она вам сразу же выведет, какие у вас есть недостатки, для какого слоя, что там и что нужно будет сделать. Следующим шагом, если мы уж оптимизировали свои сервисы, но производительности не хватает, соответственно, нужно оптимизировать базу данных, на которых вас смотрит сервер. Для систем, которые, конечных для пользователя, желательно не использовать СОБД. Используйте файлы в базу геоданных. Производительность будет гораздо выше. Если мы посмотрим, порядок 20-30%. Если же вам необходимо использовать базу данных, тогда вы ее должны, соответственно, настроить и оттюнить. Здесь также рекомендации по оптимизации базы данных. Не используйте версионирование. Это очень хорошо, но для быстроты работы ARGIS сервера это плохо, так как это лишняя команда, которую необходимо будет выполнять на уровне базы данных и замедляет, незначительно, но замедляет деятельность. Соответственно, если вы используете версионирование, стремитесь к тому, чтобы все ваши версии были актуальны. Делайте компресс, реконсайл, синхронизируйте и перестраивайте индексы. Обновляйте статистику. Тогда база данных будет работать у вас уже на полную силу. После того, как мы все оптимизировали, все посмотрели, пришло время проверить, насколько наша конфигурация выдержит ту нагрузку, на которую мы рассчитывали. Для этого существуют инструменты, которые позволят нагрузочно нагрузить систему. Мы используем для этого связку Fiddler плюс Jakarta. В Fiddler мы записываем стандартные действия пользователей, если он работает в веб-приложении, либо в GIS-овом, либо в доступном приложении. Поэтому это будет основа для нашего сценария, который мы будем потом грузить в систему. Этих сценариев может быть несколько, так как пользователи у нас могут быть разные, и каждый выполняет свою работу. для воспроизведения этой нагрузки используется G-метер и также плагины для моделирования. Типичный сценарий нагрузки, когда количество пользователей возрастает ступенчато, какое-то время нагрузка длится и потом снижается. В результате эти пользователи все воспроизводят тот сценарий, который мы уже записали. В результате отклик у нас получается такой какой-то. Здесь он не очень характерный, так как используется виртуальная машина, но позволяет вам сразу же оценить, что у вас будет происходить с системой, когда нагрузка растет, насколько будет увеличиваться отклик системы, отклик сервисов, какие сервисы будут у вас отдавать информацию больше позже и грузить больше системы, насколько там нагрузка ЦПУ в это время. После этого вы сможете уже сделать вывод, удовлетворяет вас то оборудование или не удовлетворяет. Ну что же, дальше. Система, когда система уже работает, желательно все время ее мониторить и отслеживать ту работу, которую проводят в ней конечные пользователи. Для этого также есть инструменты. Это систем-монитор, который позволяет мониторить не только аргисовые сервисы, но и базы данных, и операционные системы, то есть показывая все вам на едином дашборде, все параметры системы, где удобно вы сможете их сопоставить и понять, что у вас происходит на конечном оборудовании. После появления выхода аргис 10.3, также эта статистика уже доступна на уровне аргис сервера. Здесь, правда, только у нас отклики по сервисам. Соответственно, если вы видите, что есть какие-то проблемы, желательно изучить логи. Логи вы можете изучить либо в интерфейсе аргис сервера, либо проанализировать логи системы с помощью лог-парсера. Очень мощная утилита от Microsoft, которая в текстовом режиме позволяет делать такие SQL-подобные команды, получать результаты. Например, здесь топ-10 сервисов, которые дольше всего работают в системе. Можно также анализировать с помощью лог-парсера логи аргис сервера, что тоже очень удобно, потому что новый интерфейс, который предоставлен по умолчанию, да, вы там можете просмотреть, но выбрать по каким-то условиям не можете. Лог-парсер может вам оперировать с этими данными, как с SQL-таблицей, выбрать там самые долгообслуживаемые URL-ы, то есть посмотреть, какие сервисы у вас либо сбоят, либо с какими-то другими сообщениями приходят. Мониторим, анализируем логи, но приходят пользователи, особенно если у вас система публичная, и начинают все ломать. Ломают они может даже быть не со зла, по незнанию, но, к сожалению, такими пользователями бороться тоже приходится. В ARGIS-сервере, к сожалению, нет инструментов, которые позволили бы нам построить, скажем так, firewall командный, то есть мы не можем отсеять плохие команды, не можем, если вызов сервиса неправильный, мы не можем на уровне ARGIS-сервера его отсечь. ARGIS-сервер начнет его выполнять, и скажет, что ошибка, я не могу выполнить. Соответственно, мы должны эту ситуацию предусмотреть и сделать некоторые прослойки перед ARGIS-сервером, которые в первую очередь будут защищать наши сервера от таких команд, которые неправильные, осуществлять сервера, которые будут осуществлять балансировку, и сервера, которые будут осуществлять кэширование запросов. Как вы понимаете, если пользователей много, они выполняют зачастую одни и те же запросы. Естественно, можно построить систему так, чтобы эти запросы не грузили ARGIS-сервер, а брались из памяти, из кэша, и отдавались пользователю практически моментально. Для этого мы используем Haproxid для ведения плохих и хороших. То есть, если какие-то пользователи скомпрометировали себя, их можно просто забанить. Или наоборот, если пользователей, есть пользователи, которых никогда не нужно банить, даже насколько они плохо себя ведут, соответственно, из-за этого белые и черные списки. Есть пользователи, которые начинают качать. Создают роботов, когда у вас есть какая-то информация, они просто стремятся ее выкачать, получить к себе, потому что боятся, что это когда-то все исчезнет. Соответственно, с пользователями такими тоже нужно и можно бороться, потому что они создают непредвиденную нагрузку на систему, и один качащик может не дать обслужить порядка сотни или двух сотен пользователей. Поэтому с такими пользователями тоже нужно бороться. Элегантное решение предлагает Haproxid. Буквально пяти строчками описывается сценарий, который позволяет пользователю, который выполнил больше 12 тысяч запросов за 60 секунд, его отключить на час. Через час он опять сможет попытаться сделать. Но если он превысит этот порог запросов, он опять будет отключен. То есть в случае, если таких попыток будет множество, ну можно уже потом этого пользователя включить в черный список и не давать, если он действительно вредный и неправильный, не давать его обслуживать. Ну вот, как видите, сам Haproxid довольно стабилен. Здесь вот на скриншоте он работает порядка пяти дней, и прошло через него почти терабайт данных. То есть довольно высокая нагрузка, но он работает, справляется. Следующее звено у нас варниш. То есть если пользователь ненастойчивый и он так работает, но все-таки он работает неправильно, мы можем его на уровне варниша разобрать его запрос и перенаправить, либо отказать ему, если запрос был неправильный, либо перенаправить на соответствующий сервер. Соответственно, мы можем реализовать балансировку. В зависимости от запроса мы можем направлять пользователя на один или другой сервер. Можем его запросы исправлять. Допустим, старые клиенты Argus работали, когда Argus написан с A большой и GIS тоже большими. Такой запрос сейчас в Argus сервере не проходит, поэтому желательно его исправить, чтобы старые клиенты работали и даже не знали, что что-то поменялось. Соответственно, варниш тоже может поправить эти все проблемы. Позволяет проверять здоровье ваших серверов, то есть позволяет узнать, какой сервер из кластера сейчас доступен или недоступен, и, соответственно, распределять на него нагрузку или не распределять. Вы можете в этом хелс-чеке задать URL вашего сервиса и проверять уже, работает ли сам сервис. Не то, что машина доступна, веб-сервер на ней работает или Argus работает, а доступен ли этот сервис по этому адресу или недоступен. Можно не только определять ответ, работает ли это или не работает, можно даже анализировать ответ его. То есть если там какой-то есть идентификатор, соответственно, работает сервер здоров. Кэширование. Все запросы кэшируются. Вы можете для всех данных, для любого сервиса, для всех данных указать время, на которое они будут закэшированы. Это может быть и один день, и неделя, и месяц. Вы, соответственно, выбираете, какие сервисы на какой срок у вас кэшируются. Соответственно, пользователь приходит, делает запрос. Если эти данные есть в кэше, они берутся мгновенно из кэша и отдаются им, даже не попадая в аргист сервер. Таким образом, можем в половину сократить количество запросов. Если вы посмотрите, там запросов клиентов сколько-то там, 300 миллионов, наверное, или миллиардов. Вот, 158 из них миллионов пошли в кэш, и только 128 миллионов дошли до аргист сервера. То есть мы нагрузку на сервера таким вот образом уменьшаем ровно на 50%. Соответственно, вы можете сократить количество оборудований. Ну, и, конечно, лицензии. Клиенты. Клиенты иногда бывают и не злые, и не добрые, и не плохие, но у них очень плохое оборудование. Он где-то с сотовым телефоном, их может быть довольно много в полях, и получает по одному байту от нашей системы. Соответственно, они перекрывают канал доступа, не дают, вместо того, чтобы обслужить за это время 100-200 клиентов, мы обслуживаем одного человека. Соответственно, таких клиентов нужно также отсекать. Вы можете настроить таймауты подключения, таймауты получения информации по подключению. И, соответственно, эти медленные клиенты будут отключены. Также этим достигается цель, то, что защита от атак, которые именно направлены на то, чтобы получить отказ в обслуживании, когда много сессий открываются, и начинают потихонечку, по одному байту получать данные. Все инструменты, которые я назвал, которые от Естри, вы можете найти на Argus.com. Нужно написать только, что это Owner Enterprise Imp, и вы получите все последние новые версии. Можете скачать бесплатно и использовать их в своей работе. Спасибо. Спасибо.